привет 1 2 3 и сегодня мы будем делать аквагрим мы будем делать аквагрим но перед тем как делать аквагрим хочу вам открыть маленький секрет мы умеем делать дома аквагрим сейчас я вам покажу как это делается аквагрим который будет держаться на ребенке восемь часов который будет абсолютно безвреден и который потом легко смоется для этого нам понадобится миша принеси жидкое мыло жидкое мыло принеси пожалуйста с ванной крем крем желательно детский крем плотненький у меня детского крема не было но можно взять в принципе любой детский крем чтобы он был такой плотненький и белый по цвету желательно сейчас посмотрим берем палитру такую и хочет с нами смотри и начинаем делать давливаем крем сразу на палитру он закрыл уши закончился этот крем другой крем крем накладываем у нас будет черный белый и красный мы решили сами родила аквагрим страшилки остаток крем для этого может еще и синий синий мы будем использовать аквагрим который мы сейчас сделаем этот аквагрим у нас проверенный мы уже много раз делали такое делали на празднике делали другим деткам в общем очень классно говорю он не трескается на коже ребенку с ним комфортно теперь берем вот обычный жидкое мыло можно взять детское жидкое мыло но в принципе не столь важно и чуть-чуть вот так вот буквально по капельке для того чтобы потом наш аквагрим его просто чуть-чуть намочил и он вспенивается очень хорошо снимается с лица этого рецепта аквагрима нету нигде он секретный но это очень круто и теперь берем гуашь обычно ваша на безвредно мы ее берем только берем хорошую дорогую надо брать гуашь обычно брали он или немецкую это тоже очень хорошая я даже по запаху можно определить она не пахнет не старая очень хорошая и разводим себе для начала белую с белой проще всего да и теперь мы его размешиваем да какое у нас получается просто получается какой цвет из белого получается и какой белый белый это не никакой как это будет смотреться уже на коже можно узнать очень просто можно взять и обычно и у нас получается четкий красивый цвет для того чтобы он был более насыщенный можно добавить еще чуть чуть больше гуаши или лучше даже просто аквагрим если вы хотите чтобы он был ярким его можно нанести вот чуть-чуть подсохнет и еще одним тонким слоем тогда это будет вообще ярко эту кисточку мы уже оставим для белого аквагрима кисточки можно использовать для как для рисования какой-то использую даже обычные свои косметические кисти тоже можно они подходят все подходят так как у нас будут строшилки нам надо красное да чуть-чуть но с количеством перестаралась поэтому можем половину вот так вот даже надо брать и это будет еще какой-то дополнительный цвет хорошо это вот вот так сейчас мы сделаем красный красивый вот сюда в смесь там где у нас было детское мыло и крем добавляем красным такой получился у нас оранжевый 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 да давай еще давай давай красный нам надо было чуть-чуть покраснели щелки все уже застыла рисуется рисуем теперь смотрим какой у нас получается красный просто у нас такой красный но он реально он оранжевый помидор на фах и делаем последний делаем черный если нам понадобит черного у нас больше всего поэтому черным делаем черный белый еще прибыль если добавить еще белого то получится а серый если будет так туда и у нас получается вот так и посмотрим такой тоже какая-то германия какая-то шла германия сами расскажут это флаг не мокрую салфеточку все в принципе наш аквагрим нашел нашел нашелся сделался аквагрим мы сделали теперь надо найти картинку сейчас все подумают что не у каждого дома есть каталог с картинками аквагрима но вы ошибаетесь потому что каталог сейчас доступен всем неси сейчас мы покажем как у нас каталог с разными картинками их даже не обязательно распечатывать мы просто нашли в интернете вот такую картинку и сейчас мы салфеточки сделаем у нас даже из мак красный мы тебе потом даже на прицепе садись будем начинать только давай ты на эту сторону а я вот сюда и более видно будет будем делать такую девочку беленькое лицо и глазки черно-красное давай только наверно тебе чуть-чуть сделаем вокруг глазок черное сделаем сюда потом чуть-чуть красненько потому что у меня есть черная тень и мы вокруг глаз будем делать тут такие скулы есть да сделаем и губы сделаем тоже красные чуть-чуть поменяем лицо у нас все на картинке белое запеленное можно рисовать кисточкой но кисточка будет долго и будет такой эффект будет видно полоски мы нашли такой спонж мы его купили с доти для других целей для этого тоже можно использовать и приступим попробуем ну кстати первый раз я если честно всегда все пробую на руке вот так ух ты и сетре и чуть-чуть надо будет растушевать для того чтобы уже и потом я даже отсюда во буду ей добирать смотри на меня там а как же ее брови брови тоже все закрашу набер и берем и вот так легонечко-легонечко закрашиваем твою дочь вот такая у нас почисть девочка спонжик пока нам не нужен мы его откладываем теперь мы будем рисовать вокруг глаз вокруг глаз я предлагаю рисовать тебе настоящими тенями мы будем использовать называется не консилер а есть такая жирный жирный карандаш это называется консилер это не помада это такой жирный жирный черный карандаш его используют как основу для смоки айс для макияжа такого насыщенный насыщенный так теперь нам понадобится тоже нам понадобится нам понадобятся кисти для макияжа для того чтобы это все красиво растушевать чтобы это было очень эстетично выглядело понадобится в принципе без разницы кисти у меня просто ой прости меня у меня просто есть такие кисти специальные для макияжа какие есть такими используем теперь чуть-чуть вот это вот цене неровности мы их вот так скрадываем теперь сверху мы будем использовать есть такие красивые красивые черные тени с плёсками прям с блеском теперь мы решили сейчас мы используем сразу красный окантовочку сделаем наверное черно-черным теперь на этом глазки пока мы оставляем пока она досыхает мы сейчас сделаем и такой рот но мы решили что мы еще и помаду тебе сделаем я не догадывалась ты не догадывалась я уже не такая как была так давай садись и тебе буду рисовать я читала сейчас мы будем рисовать губы для у детей тоже использовать лучше обычную косметику помаду потому что детки всегда могут облизнуть еще ну в общем это ни к чему поэтому нам лучше использовать красную помаду покажись какая ты уже красивая вон камера не там где обычно вверх попку раз на три опа так и теперь у нас уже практически будет завершающий этап мы сейчас сделаем как у нас на это у нас еще носик там был такой мы не видели я забыла носик у нас учетовочек покажись покажись красиво так хорошо все я думаю что мы так и остались ты хотела румяна я чуть-чуть сделать тебе румяна сделать такие я тебе сделаю настоящие румяна у нас здесь есть так теперь сейчас будет маленькое превращение но это одеты покажись какая ты сейчас и сейчас будет маленькая магия